Итак, сегодня 30 мая, или не мая, апреля, апреля 24 года, и мы выезжаем с дачи в новое место Конаковского района, еще на мини-исследованное. Мы вчера в аэроклубе Конакова подрезали буклетик, и там был описан пиратский квест в каком-то водном городе, аналогов которого нет в России. И вот мы хотим посмотреть, что это за водный город. Мне так полагается, что это нечто СНТ на каком-то островке, но сейчас посмотрим. Это водномоторный клуб. Ой, я не знаю, как на Макса направить камеру, но вообще, да. Ну, пусть она будет направлена на тебя. Да, водномоторный клуб, короче, СНТ на воде. СНТ на воде. И мекка всех владельцев маломерных моторных судов в Подмосковье. Должно быть круто, если нас туда пустят. Вот так. Мы свернули с основной трассы на такое вот ответвление в сторону Платника и в сторону Завидовского заповедника. Есть подозрение, что мы просто не попадем в этот водный клуб, но, по крайней мере, мы попытаемся. Поглядим. Свернули с маленькой дорожки на еще более маленькую. Короче, мы опасаемся, что здесь могут быть шлагбаумы и все закрыто. Домики прикольные, и мы явно спускаемся к воде. Продолжаем наблюдение. Так, говори, Гриш. Что ты хотел сказать, Гришуль? Можно сказать. Можно только в диетре дороги ехать. В некоторые только можно заехать, а в некоторые нельзя, да? Да. Как думаешь, сюда можно заехать? Да. Ну ладно. В общем, сейчас пойдем пешком изведать. Тут большая парковка. Посмотрим. Итак, что мы нашли? Гигантская парковка. Мужики строят эллинги для лодок. Будем отсюда выбираться. Пойдем пешком. Это улица Приморская. Дом 28, дробь 2. А вот и первый водоем. Правда, без плавсредств. Это техническая остановка. Простите за эти кадры, я не мог удержаться. Не знаю, хорошо ли видно, но центр подготовки судоводителей находится в заброшенных вагонах электрички. А вот это центральный вход. Будем узнавать, как туда попасть. Возможно, придется заказывать инструкцию. Так, какую-то экскурсию хотел сказать. Про инструкцию я сказал, потому что увидел какой-то стенд. А на стенде описание чего-то такое. Новозавидовская база-стоянка маломерного флота. Но мы явно на правильном пути. Сейчас будем узнавать, как мы туда попадем. Сто в контроль. На машине заехать. Итак, поговорив с милой тетенькой на входе, мы договорились, что можем пройти и посмотреть. Хотя вообще это запрещено. И только для членов кооператива. То есть, это вообще уникальный видеоматериал. Такого вы нигде не найдете. Только здесь, на этом канале. Подписывайтесь и ставьте лайки. Гриша, скажи, подписывайтесь и ставьте лайки. Гриша. А я на моем колесе проехал. Старок разве камень. Ура! Есть будка с питьевой водой. Эмошланга можно попить или налить куда-то. Удобно? Так, уже стоянки. Начинается с судов, правда, довольно далеко от воды. Видимо, здесь стоят большие яхты. А вот это уже похоже на обещанный нам Шанхай на воде. Реально, как будто дача на сваях. Прикольно. Но пока не видно строений сверху. Старые кораблики ржавые тут тоже есть. Но есть те, которые точно в строю. Тут стоит лодка на воздушной подушке. Гриша, на что она похожа? Как будто у нее что? Зубы. Как будто у нее зубы. Ну, действительно, вот эта вот юбка чем-то напоминает. Здесь очень колоритный корабль стоит. Старый. Не такой уж и маломерный, я бы сказал. Мы продолжаем наше путешествие. Двигаемся в сторону большой воды. Наверное, там поинтереснее. Мы подходим к очередной улочке. Этого странного водяного гаражного кооператива. Стоит классная лодка. Салют маленькая. Здесь можно спустить лодку. Улочка хороша. Какая-то уникальная вещь. Супер снегоход. Интересная конструкция. Авторская. Гриша попытался оккупировать чужие сани-волокуши. Интересно, почему это все зимы здесь стоит? Уже не сезон. Очередная улица. Я даже не знаю, как это правильно называть. В общем, как в Венеции, короче говоря. Есть и вполне обычные улочки. Не водяные. Вот здесь вот достаточно колоритно. Видно, что уже народ понастроил себе тут жилища. Какие-то непонятные артефакты из прошлого. Все ржавые. А вот это хреновина. Речная черепаха. Это, наверное, хаус-бот. Здесь люди живут. Не надо бы на воду ставить батарею. Просто виды и зарисовки местной жизни. Выглядит как гаражный кооператив, но на воде. Еще с примесью дач. Говорят, ну точнее я прочитал там на местном форуме, что они тут все тусуются постоянно, устраивают детские дни. Нептуна. Отмечают праздники. И вообще, это прям Мекка. Мекка любителей отечественного муала. Тоннажного моторного транспорта. Везде мне нравится морская символика. Везет спасательные всяческие круги. Все время пытаюсь говорить потише, то, что местные жители не хочется их тревожить. Народ дрова заготавливает. Интересно, как будто в какой-то другой стране находишься. Хотя на самом деле, это в 15 минутах езды от нашей дачи. Весла висят, сушатся. Карта Подмосковья. Сколько же здесь всего. Кайфы. Поглотим пропуск. Цветочек. Цветочек. Собака никого без погладки не отпускает. Тобачки. Но ты не снял тут, он семейка Матроскиных. Кей Уэст. Где семейка Матроскиных? Веселый табличек. Нет, не снял, но, может быть, на обратном пути заснимем. А нахуй не пахнет. Ну, тут уже больше похоже вообще на обычные дачи, я бы сказал. Пока ничего интересного. Хотя нет, вру. Вот здесь вот отличный вид. деревца на фоне каких-то лодок. Еще все очень колоритно. Смотри, как классно стоит. Да, тут у ребят веранда на фоне воды. Кайф. Идем дальше. Интересно, дойдем ли мы до большой воды? Или это малореально? А вот и улицы те самые с другой стороны. Табличка Тихий ход. То есть, где-то скоро вывод в большую акваторию. Вот за этими строениями наверное же Большая Волга. Плещется что-то под сваями. Мы продолжаем наш путь дальше. Опять уличка с другой стороны. Здесь люди устраивают даже небольшие полисадники на фоне кораблей. Утки тусуются явно домашние. У кого-то птичник. Ну, с этой стороны, кстати, не так живописно, как в том месте, где мы только вошли. Вот есть даже стапели большие для лодок. Здесь внезапно открылся вид на Большую Волгу. Полно людей. реально очень много. Просторы. На скамеечку будете садиться? так, на скамеечке пофоткались. Садовые фигурки. Большой эллинг. Садовые фигурки. а здесь просто какие-то сарайчики. Не знаю, есть ли смысл идти дальше. Немного кадров из быта местных жителей. Вот этот вот особенный кораблик хорош. Прямо кайф. и вода плещется. Лук и грибочки. Тупик, да? Ну, сейчас вот выйдем вот здесь к малой воде. Как мы мариманы выражаемся. Посмотрим, что там, что за вид. Лодочки сушатся. Тут все в лодках. Все. В любом состоянии. Ну, ничего прям особенного. Даже не вижу, что написано отсвечивает. Может, камера увидит. Там было написано Санта Галина. Все. Начинаем выходить отсюда, видимо. Возможно, придется идти тем же путем, как мы сюда зашли. Хоть это и не так интересно, но выхода другого у нас нет. Просто красивый вид. Где-то вдалеке катаются на кайте, на винсерфе. Также идет поезд. А еще сильно шумит крыша. Скрипит. Я только сейчас понял, что это оказывается не просто палисадничек. Это чья-то по местным меркам усадьба. Со всяческими украшениями садовыми. Все, конечно же, закрыто на замок. Такие здесь прям качественные дорожки. Все выложено плиткой. Колонка с водой, да. Участки. Красивейшие цветочки. Весенние. Напоминаю, что сегодня 30 апреля, то есть еще первый день, да? Ой, фу, последний день апреля. А погода уже вполне летняя. Да, за вот этими вот сарайчиками очень мажорные дома. У всех бани. Класс. Мне нравится, как солнце отражается в воде. Шикарные блики. Почему-то вот этот домишко мне кажется очень колоритным. Не знаю, почему. Там чувак на катамаране. рядом с катамараном в смысле ловит рыбу. Интересно, что здесь ловится в этих каналах. Еще немного местечкового колорита. Местечкового. Такое можно у нас на даче встретить. По Сашкиной просьбе еще раз заснимем вот эту веранду со столиком и барбекю. Она правда классная. Надеюсь, она в фокусе. Вот тут бы пожить пару деньков. Баньку сходить, рыбку половить. Собачка все-таки дождалась своей порции ласки и любви. очень миленькая. Семейка матроскиных. Прикольно. Красота. Не знаю, сказал я или нет, но температура сейчас около 25 градусов на солнце. Прямо лето-лето. Супер. Спорт я смотрю, они тут тоже уважают. Теннисный клуб, тренажеры, хобби хорсинг, судя по лошадке. Сейчас пойдем тихо и без комментариев. Абак хаосбот, кстати, да, потому что тут люди живут и работают. Попробуем тихо пройти. Мы в святая святых. Под навесом прям темно, холодно, сыро. Здесь вот реально как в трущобах Шанхая. Тут еще и ветрено. Класс. Вообще ощущения просто офигительные. Короче, как будто выехали куда-то в другую страну. Приключения, как сказал бы Гриша. Под ногами скрипучие и шаткие мостки. Вот тоже, наверное, под хаосбот делали лодочку. Явно в ней можно жить. Класс. Хорошо, что никого нет. Никто нас пока не выгоняет. Тут еще есть походу какие-то вторые этажи. все. Там уже тупик. Все, в залопли Гриши мы плавно эвакуируемся отсюда, потому что невозможно. Гриша, из будущего, если ты смотришь, надеюсь, ты прекратил уже так орать и безобразничать. Ну, все, наше путешествие в глобус заканчивается. Идем искать нашу машину. Следующий пункт назначения это уже конезавод какой-то. Может быть, доедем и до него. Мы начинаем наш пикник на обочине между локациями вот в таком вот необычном месте. Это где-то подъезжая к Конакову. Разумеется, тут присутствует куча мусора. Без этого никак. Без этого мы не любим. Место вот такое вот. Тут везде валяются россыпи охотничьих патронов. Точнее, гильза 12-го калибра. Народ здесь кого-то стреляет. А мы кушаем. Непродолжительных поисков мы подъехали к конезаводу города Конакова. Здесь две странных башни на горизонте. И вообще очень интересный пейзаж. Конаковские конюшни мы решили оставить на следующий раз, потому что и так много впечатлений. Плюс у нас Гриша спит. Не могу его поймать в объектив. В общем, спит, дружочек. Решили его не будить. Тем более, дождь собирается. В общем, в следующий раз. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, потому что вот вам бонусом небольшой вид на Сергиевскую церковь на Дмитровой горе. Это Дмитрова гора. Мы разворачиваемся и едем обратно на дачу. Дмитрова горе. Спасибо за субтитры Алексею